Привет, друзья! Ставим лайки, поехали! Я работаю врачом в одной из местных больниц. Моя специальность врач-анестезиолог. Но еще на полставки я подрабатываю в роддоме. И по долгу службы мне приходится очень часто присутствовать при сложных родах и при кесаревом сечении. Это очень сложные операции, и которые требуют особого внимания. В анестезии тоже. Но не буду вас утруждать медицинскими терминами. Поскольку наш роддом один на весь район, кадры здесь бывают разные. Рожать привозят и алкоголичек, и даже бездомных. Истории тоже бывают разные, но одна запомнилась мне больше всего. Однажды по скорой привезли нам женщину. Ей было около 30 лет. Пока она была на УЗИ, фельдшер рассказал нам, что муж у нее оказался очень ревнивым. Он не хотел ее отпускать в роддом, и так и не пустил. А у нее схватки длились 8 часов, и биение сердца плода не слышалось. Повитуха, которая принимала роды, видать, чем-то пригрозила муженьку, и он таки вызвал скорую. Когда приехала бригада по вызову, то мужа и вовсе пришлось вырубить. Так и забрали женщину. Когда пациентка попала к нам на стол, то ситуация была очень тяжелой. Мы имели остановку родовой деятельности, двойное обвитие плода. Ребенок и его мама были под угрозой. Счет шел на минуты. Роженица все это время была в сознании. Мы ввели ей обезболивающее, но оно могло начать действовать только через 10-20 минут. А этого времени у нас просто не было. Мы отошли с хирургом в сторону, и я ему озвучил свою безумную мысль. Нужно спасать ребенка, ведь погибнет. Но делать операцию без анестезии – это подсудное дело. Мы вернулись к столу, и я прямо сказал женщине, что анестезия подействует не скоро, и к тому времени не будет кого спасать. Мы ей предложили операцию без наркоза. Она лишь кивнула, что согласна. Сразу же привязали ее ремнями и стали делать свое дело. Когда мы начали резать, по щекам роженицы потекли слезы, но животом даже не пошевелила. Боялась навредить своему ребенку. Хирург достал ребенка, отрезал пуповину, и можно было уже зашивать. Тут ребенок заплакал, и мать с облегчением провалилась в сон. Подействовала анестезия. Дальше операция шла обычным ходом. Все были живы. Для меня эта женщина – настоящая героиня, которая смогла ради ребенка пережить настоящий ад. Зато теперь они счастливы вместе с дочкой. А с мужем она развелась и подала на него в суд за то, что запрещал ей обращаться в больницу. И выиграла. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.